Всем привет, ребят, с вами Волкер, и сегодня мы будем делать обзор на новую карту Safari в Warface, которая появилась с юванским давлением, и сегодня обзор будет делать со мной мой друг, у которого Ник... АКМ. АКМ. Я не знаю, почему он его выбрал, видимо, он ему очень сильно понравился. АКМ это автомат. Я понял. Ну что ж, ребят, я думаю, обзор будет не такой большой, 20 минут максимум. Мы поговорим о приоритетах этой карты, то есть поговорим, каким классом идут с Каллико, как я понял. Сейчас мы пробуем показать вам все прелести этой карты. Не, вообще реально карта прикольная. Особенно вторая часть. Подождём пока люди на Макдональдсе сидят и загрузятся. Так, ну всё, ребят, понеслась. Течёжный чай. Вот у меня не такой неплохой набор, то есть АК-103, дига, лопата. Я попробую с этим показать. Течёжный чайзан. Кочёво, что я не знаю, мне нравится, лепотит. Деньги, я знаю, что я не знаю. Я хочу побегать. Я уже прогрузился я так то возле окошка стоять. Сейчас там будет ребят на первый взгляд, карты немного напоминает фирму. если кто заметил то что я стою в киеве о вот ну да под лагерь отчет произошло там самим варфейс стрессе в голову что больше очков мы проходим на службе легко так что я думаю что процентов не на кстати вот я это единство карт которые на уровне сложности легкая так и шли он но и там есть возникают трудности когда мы находимся на парковке подземной там просто два пулемета там придется немножко хватить в нашей команде два медика снайперы и штурмовики трудности не должно возникнуть в каком то действительности какого либо класса и все будет нормально в принципе тут очень много разных путей поэтому если не смотреть на карту то можно запутаться вообще вот сам прикол в этой карте в этой сложности очень много мобов таких самых трудных убивания в этом году также на карте присутствует многоэтажек здесь я думаю если я буду посмотреть вот отличные позиции для снайпера для тех кому интересно кто будет стараться пройти это и вот ребят мы плавно подходим к на помощи читерштейн а нет пройти может небольшая сложность сейчас надо будет пойти на парковка до парковку но я сразу не смогу играть в этот агент вот так вот я уже одного вынес сейчас вынесут пулеметчика программирование садик полеметки минус второй пулемет все но в принципе это сложный грамотно на это надо и на это не стал бы пока прикрывается да тут никого уже нет все для этого не такая тут мы пофигу сами сетом давайте пока мы раздаемся патроны там жёсткий фарм очков сайт чочки за этот за минирование за раздачу подгона хе 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 оу блин сайпер нейтрализован сейчас покушите может мы сделаем сейчас ребята повезло больше раз заканчивая этот момент всего один человек да и того кто вы были нет в этом не надо кикнуть какой то непонятно или чё, чёрт. Ну, четыре галки, не знаю, что-то мне тоже не очень нравится. Ну, скилловой парень, чё лучше поделать. Как скилловой? В скобочках. О, блин, идёт. Ладно, мы подошли уже к концу, первый. Первая половина миссии. Но я вам скажу народ, что дальше будет ещё и печенье. Дальше там будет два новых вида передвижения. Пока вот там патроны, я думаю, вам понравится. Патроны кончились. Мы пополним посилу. Сейчас мы разработчики взяли и добавили эту карту. Также. Барт добавил винтовку. Но, наверное, за кредит. И говорили, что надо будет заработать. Да, и ещё недоработанный стаер. Это такой пистолет, который можно было сегодня купить. За 2400 баксов, но его в итоге убрали. На деньги вернули. На время на голову убрали. Сейчас его опять добавим. Дальше. Все пососили уже. Блин, хе-хе-хе. Вот. Короче, это врат мира и надо кикатить. Короче, кикатим. Быстрее к автобусу. Вот, ребята, вот сразу просто на посадке вертолёта нас встречает вот такой симпатичный автобус зелёный, который будет нас передвигать. Вперёд! Мы, ребята, конечно, без проезда тут сидишь. Нас парень сидит, который будет нас везти. Вот как-то он странно выглядит. Вот на нём футболка обычного гражданского, но шлем Warface вот так вот прям отделяется. Оттенку от его остального как устаряжения в том, что он одет. Ну, это как бы обычная маршрутка, это плазик обычный. Только бесит. Чё, от мира кикнули, что ли? От мира, да. Опа, какие-то лаги, что ли? Есть такой эпичный момент, когда он двигает в другой уже взорванный автобус. И также перестрелка двумя автобусами. Да, причём это внутри автобусы. Блин, перестрелка. Бля, лоханул сидит. Немножко не доработали окна в этом автобусе. Да, там и невидимый, невидимый блок мешает никелюсть граната. Я сказал бы, интересные звуки. Я только что заметил пластины, которые в противоположных автобусах они пробивные. Я даже вот слушательные пробиваю. Учительные штаны. Он прострел уже, и заботчики над этим подумали. Шарелом убил. Шарелом убил! Шарелом убил! Шарелом убил! Шарелом убил! автобус как-то долбится ну-ка, интересно, я опять выпутаю из этого автобуса или нет а да, больше раз наш друг выпал из автобуса видимо, он решил посчитать себя зайцем, выбежал без проезда не надо так поступать, ребята ну, по всем сейчас будет немного ну, зачистка регионов а потом пересадка в мылицу и там поднятие на самом деле да, поднятие на поскребы там даже будет, по мне, одна мылица, а несколько в принципе, карта сделана неплохо мне нравится, прикольно начало с автобусом, продолжение с мылицей карта сама очень качественная, но так как она только что добавлена, есть недоработки то есть, выпадание то есть, видимо, и стены, например, в автобусе мы стены в автобусе выпадание с автобусом, выпадание из мыльницы также присутствует мы это испытали на пробах в выхождении когда я выпал после из мыльницы вместе с одним парнем вместе, да, получить гренадера вот так мы эпично поднимаемся на многоэтажку отстреливать от последних дани вот так же недоработка я все равно сделал так, тоже с гранатой невозможно ходить наносит урон гранатой так долго я от вас ушел, пачка, конечно у тебя быстрый патрон окончается ну, насчет калика я не пожалел потому что купил ее я в одну мутавр или калика ну, кому что? каждую твою путь я вообще-то выбирал тавр, но вы меня переубедили и я купил калика смотрел также парочку обзоров флагмуя не забывая своих любимых флагмуя сейчас мы, как видели, пересели во вторую мыльницу то есть первая довезла нас до верхнего этажа и теперь нас плавно спускает вниз джиос достойно уважения ну, это миссия ну, это миссия ничего так складает так, это последний момент, кайп в миссии по-моему, конец то есть вторая часть самой этой миссии стоит вот из передвижения по автобусу и катания на мыльнице думаю, на профи тут быть намного больше мобов, поэтому будет стоять сложнее то есть, тут главное, ребят, брать обязательно одного снайпера желательно адекватных медиков, которые будут не забывать о людях лечить себя и других ну, и также, возможно, тут бананцев и штурмовик нужны патроны обязательно и какая-нибудь нормальная да, патроны нужны это все на сегодня можете отдохнуть а у меня на первом месте ну, вот такой вот, ребят, мы с вами посмотрели сегодня карту спасибо за просмотр это одно из первых видео, не судить строго с вами был Вокер, Акрен, давайте, ребят, удачи ну, к pozosta, комментариями бывает опять давайте, пока Продолжение следует...